Чем дальше события военных лет, тем дороже воспоминания. Их хранят документы, реликвии и снимки. Но в пыльных архивах мертвы даже самые яркие свидетельства. Вторую жизнь они получают в музеях и уголках памяти. Настоящее событие сегодня произошло в 17-й школе. Собственные материалы музея славы теперь представлены в постоянной экспозиции. Детали рисуют жизнь, а история складывается по крупицам. Свой отчет музей 17-й школы начал в 2002 году. Именно тогда в кабинете истории появились первые экспонаты, фронтовые гильзы, солдатские фляги, каска, письма. В качестве реликвий их передали в школу ветераны термоприбора. Тогда мы очень и сейчас, мы очень дружим с организацией ветеранской термоприбора. Но тогда наша связь была еще более значимой, потому что на тот момент в этой организации было очень большое количество ветеранов Великой Отечественной войны, которые помогали нам в создании этого музея. Со временем коллекцию пополнили находки поискового отряда «Подвиг». Все они найдены в раскопках на Клинской земле. Ну чем плюс? У немецких? У них оружие было слабо. А у нас сильнее, наоборот. У нас оно тяжелее. Все это время экспонаты кочевали с кабинета в кабинет, либо вопси, появились в подсобках. И только сегодня школьный музей обрел постоянную прописку. Учебный процесс удалось оптимизировать, и кабинет освободился. Теперь он открыт как для гостей, так и для учащихся школы. То, что у нас есть такой музей, я очень радуюсь, что это помер память о том, что совершили наши деды. И тут надо как бы даже тем, кто не увлекается, просто посмотреть, понять, какие оружия на тот момент были. В общей сложности музей боевой славы 17-й школы объединил сотню экспонатов. И сегодня коллекция пополнилась еще одним ценным предметом. Вот он, патефон 40-х. Под него радовались и грустили. И наверняка именно этот механизм завели в День Победы 45-го года. Я уверена, что у каждого из вас будет возможность послушать музру, живую музыку, которая совсем не такая, как сейчас, но которая вела наших солдат, что называется, в бой. Поэтому примите это, пожалуйста. Даже со статусом школьного музея кабинет не станет мемориальной комнатой. Здесь будут идти уроки, но особой тематики. Уроки мужества, уроки победы, уроки памяти. Валентина Мордовина, Максим Максимов, Анастасия Гарбузова. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова